приветствую вас дорогие друзья с вами Светлана Бычкова и в этом видео я хочу предложить вашему вниманию презентацию языковой школы Медрим от ее представителей эта школа находится в Японии и если вас интересует обучение японскому языку именно в Японии то посмотрите это видео возможно это именно то что вам нужно Сегодня я хотела бы вам рассказать об особенностях нашей школы и о нашей специальной программе «Карьерного роста в Японии». Наша школа находится в Токио. У нас есть четыре специальных программы. Первая программа для людей, которые хотят выступить в Японский вуз. Второй курс для людей, которые интересуются изобразительным искусством или дизайном, например, курс манги или же аниме. Третий курс – короткий курс японского языка для людей, которые захотят потом в конце поехать вместе в Диснейленд или же на Фудзи-Кю. И, наконец, четвертый наш курс – карьерного роста. Этот курс мы проводим совместно с компанией 3D. 3D – это компания, которая специализируется на веб-дизайне и системном днистрировании. Здесь вы можете видеть как раз специализацию этой компании. «Единственное требование достаточно серьезное, первое серьезное требование к кандидатам – это высшее образование». «Единственное требование, если вы не получите рабочую визу, если вы не имеете высшее образование или же у вас нет специального зрения образования». «Единственное требование, и оно очень естественное, дело в том, что вы не сможете устроиться на работу в Японии, если вы не платите японским языком». «Кроме того, это международная компания, поэтому знание английского языка не просто приветствуется, но обязательно». «Ну, я вот это все основные четыре VIP, не вам объясню только что мы...». «Тут например, «нет-ворк», «веб-дизайне» на то, что я уверен, что вы не знаете, что вы не знаете. «Ну, я думаю, законно пропустить вопрос, что мне же наверно необходима знание системного администратора или же веб-дизайна». «Ну, я могу вам смело отвечать?» что нет, эти знания вам не нужны. Интернет, веб-дизайн, нету веб-дизайн, нету веб-дизайн, это самое важное, это ваша мотивация. Готово, я расскажу вам, в чем заключается курс. Прежде всего, необходимо целый год изучать МИДДРИМ, японский язык. По прошествии этого года, у вас будет собеседование с представителями компании, и если собеседование прошло удачно, то вы поступаете на стажировку в эту компанию. В этой компании, 3 месяца длится стажировка в компании. В этой компании, в первую очередь, вы работаете в стажировку в компании. В течение этих 3 месяцев, вы становитесь полноправным сотрудником компании. МИДДРИМ, если у вас失敗, то вы получаете еще 1 месяц, и еще 1 месяц. Но если вы провалили экзамены, то вы возвращаетесь на круги своя, и еще 1 год учитесь. В этой тренинге, в этой неделе, вы получаете 1 месяц. В этой стажировке, и во время работы в компании, 3Е, вы получаете зарплату. В этой тренинге, в этой тренинге, в этой тренинге, в этой 3 месяце, в этой стажировке, в этой 3 месяце, в этой стажировке, вы получаете, если вы удачно сдали экзамен, вы получаете 2 сертификата, CCNA и CCNP. Для тех, что у нас не есть, что у нас есть, что у нас не есть, это уже 40% заинтересовало. И на самом деле, вот этот сертификат CCNP, около 40% вы получаете, Те, кто удачно как раз завершил экзамен по дизайну или же системному администрированию. Кроме того, во время стажировки Вы изучаете то, что Вы видите перед тем, на экране? Как я уже говорил, даже во время стажировки у Вас будет зарплата. Если компания Вас принимает, то Вы будете в месяц получать 180 000 евро. Это примерно 1800 долларов. Те, что 3 месяца после того, когда Вы работаете с 1000社員, то в основе 20 млн. То есть, в любом случае, 10 млн. По завершении, по истечении стажировки Вы становитесь уже сотрудником компании. Ваша зарплата повышается. Вы будете получать от 200 000 евро. Но, прежде всего, Вам нужно в течение одного года изучать японский язык. И, естественно, для этого Вам нужна виза. Виза вы получаете 4 месяца. Пожалуйста, имейте в виду, что процесс получения визы достаточно долгий и требует около 400 евро. Поэтому, если Вы хотите, что-то учитывая, то, что-то не будет. Поэтому, большому сожалению, если Вы прямо завтра хотите приехать в Екатеринскую школу и изучать у нас язык, то я ничего не смогу. Сначала вы получаете документы, а затем 4 месяца после этого нужно будет подготовить. все необходимые документы, подать их и вот этот вот срок рассмотрения 4 месяца, его никак не страдить. И так мы закончили разговор о визах. И так для обучения в Японии нам нужна будет студенческая виза, но чтобы поступить на работу в японскую компанию, потребуется рабочая виза. Студенческую визу можно получить на 3 месяца. Но если вы провалили ваше визу после стажировки в компании, то вы можете продлить вашу визу и еще раз учитесь. К сожалению, если вы второй раз, после второго года обучения снова провалили дизайнер, то, пожалуйста, решите для себя, либо вы вернетесь на работу, или подумайте о поступлении в Москву. Работая виза выдаются прежде всего на 1 год. После того, как вы старательно отработали в японской компании целый год, ваша виза может продлиться в то 3 лет. Сейчас я вам представлю нашу программу «Карьерный рост». Кроме этого, у нас есть очень интересная программа «Курс Аниме». У нас есть студенты, которые прошли этот курс и после этого поступили в японский бус. Мы хотим создать программу «Курс Аниме». На самом деле, наша школа рассматривает ваши запросы, что вам необходимо, что вас интересует и старается отвечать вашим требованиям. Если у вас появились вопросы, то в конституционном центре... Это была презентация представителей языковой школы Метрим, которая находится в Японии. В следующих видео вы сможете познакомиться и с другими языковыми школами Японии. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Бочкова. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok